Елена Михалкова. Котов обижать не рекомендуется. Спасение одного кота не изменит мир, но мир, несомненно, изменится для этого одного кота. — Неизвестный автор. — С чего это вы взяли, что оно не изменит мир? — Неизвестный кот. Глава первая. В которой кот находится. Котенок не мяукал, затаился под перевернутой доской в прошлой жизни служившей бортиком песочницы и безмолвно таращился на свету. Она бы и не заметила его, если бы не решила сфотографировать лужу. Лужа как лужа, вот только в ней отражается облако, похожее на бегемота. По-хорошему, ей следовало бы уже мчаться к машине, а не замирать над лужами на старых детских площадках. В небе над городом с утра клубилось какое-то адское варево. Тучи вскипали, бурлили и переливались через край небесной кастрюли теплыми ливнями. Вот снова хохотнул гром, готовясь сбацать безумный джаз на жестяных крышах. «Всего на секундочку!» Света присела на корточке и передвинулась, ища ракурс, и вдруг увидела котенка. Он сидел, нахохлившись, под облупившейся доской и был похож на совиного птенца. Слипшаяся от воды шерсть перьями торчала во все стороны. От неожиданности она чуть не упала в соседнюю лужу. «Ой! Кс-кс-кс!» Котенок не шелохнулся. Света поспешно убрала камеру. «Кс-кс! Ты чей? Иди сюда!» Она осторожно протянула руку. Пальцы коснулись мокрой шерсти. Света замерла, опасаясь, что бедолага начнет кусаться от страха. Но ничего не случилось. Она осторожно обхватила теплое тельце и вытащила наружу. «Какой же ты маленький!» И промокший. Он по-прежнему не сопротивлялся, только приоткрыл пасть, словно собираясь мяукнуть. Вблизи он больше походил на воробья, чем на совенка. И рассветка у него оказалась воробьиная, серо-коричневая. Она огляделась. Может, неподалеку обнаружится хозяин котенка, или из подвала покажется кошка-мать, вспомнив о родительском долге. Но все подвальные окна были наглухо заложены, а из потенциальных хозяев присутствовал только мальчишка лет десяти, выписывавший круги по лужам на велосипеде. «Мальчик!» Окликнула Света и поднялась. «Это не твой котенок?» «У меня собака!» С достоинством отозвался владелец велосипеда. «Лабрадор!» И укатил тренькая звонком. Вверху оглушительно громыхнуло. Света вздрогнула, прижала к себе найденыша и быстро пошла к машине. Не оставлять же его здесь. И тут, без дополнительных предупреждений, сверху обрушился водопад. Тяжелые струи впились в асфальт. Водосточная труба запела высоким чистым голосом. Сирень в полисаднике звонко захлопала всеми листьями. «Ливень! Да здравствует ливень!» За одну секунду Света вымокла насквозь. Куртка захлюпала, словно собираясь вот-вот разрыдаться от обиды. А джинсы отяжелели и мешали бежать. Пока девушка в поисках ключей шарила свободной рукой по карманам, на нее вылилось, по ее ощущениям, еще примерно 500 литров свежей дождевой воды. Наконец ключи нашлись. Машинка чирикнула, признавая хозяйку, и Светлана нырнула внутрь. «Фух!» Котенка она выгрузила на соседнее сидение и первым делом проверила камеру. Слава богу, кофр не протек. Когда-то Света не пожалела денег на скучную черную сумку и с тех пор ни разу не раскаялась. Сумка оказалась удобной и надежной, а неброский вид тоже служил хорошую службу. Пойди догадайся, что в таком затрапезном чехле прячется профессиональная техника. «Ну что, вымокли мы с тобой? Иди-ка сюда, блохастый. Проведем первичный осмотр пациента». Пациент пискнул, когда его взяли на руки, но отбиваться не стал и позволил осмотреть себя со всех сторон. Что ж, самый обычный полосатый котенок. Два пучка усов и хвост ершиком, только взгляд на удивление осмысленный. Казалось, котенок тоже смотрит на Свету изучающие и прикидывает, годится ли ему такая хозяйка. «На лишайного ты не похож», — констатировала Света и вернул зверька на место. Тот фыркнул и немедленно принялся вылизываться в тех местах, где шерстку осквернило прикосновение ее пальцев. «Ну и что мне с тобой делать? Взять тебя я не могу. Меня целыми днями нет дома, понимаешь?» Котенок завалился набок, непринужденным движением профессиональной балерины вскинул вертикально заднюю лапу и лизнул то место, которое у человека называлось бы подколенкой. Света наклонилась к нему. «Ты меня слышишь, чучело?» Полосатый оторвался от своего занятия и скептически посмотрел на девушку. Это был очень выразительный взгляд. «И чего мы ждем?» — говорил он. «Почему не едем? Я весь промок». Света вздохнула и повернула ключ зажигания. В квартире найденыш повел себя как взыскательный клиент, только что вселившийся в сомнительный отель. То есть пошел обследовать комнаты с таким видом, будто не ожидает увидеть ничего хорошего. А Света рысью помчалась на балкон и раскопала в шкафу старую кювету. Кювета сохранилась еще с тех времен, когда они с папой сами проявляли и печатали фотографии. «Газеты, газеты, газеты!» — бормотала Света, бегая по комнатам и пытаясь отыскать хоть одно печатное издание. Но, увы, газет в ее доме не водилось. Она заглянула в кухню. Котенок вынюхивал что-то в углу за холодильником. «Нет-нет-нет, туалет не там!» — подхватила котенка под живот и сунула в кювету. «Все свои дела будешь делать здесь, ясно?» Света была очень убедительна. Человек, который месяц назад закончил ремонт кухни, не может не быть убедительным. «Ты должен меня слушаться. Я здесь хозяйка». С грацией лошади, берущей первый приз на скачках, котенок перемахнул через бортик, вскинул хвост и неспеша направился в облюбованный угол. «Не сметь!» — взвыла Света и попыталась ссапать кота. Рука ее схватила в воздух. Полосатый просочился в щель и растворился в темноте. «А ну, выходи!» — грозно сказала Света, прильнув щекой к холодному белому боку холодильника. В глубине у стены что-то прошуршало. «Выходи, тебе говорят! Сейчас холодильник отодвину!» Если бы Света точно не знала, что коты не умеют смеяться, ей бы показалось, что из щели раздался смешок. Она поднялась, отпихнула кювету и отправилась на поиски телефона. «Пора подключать опцию «Звонок другу».» Дроздов взял трубку сразу. «Леша, у меня котенок!» — трагически сказала Света. «Поздравляю!» — отозвался веселый голос. «Он наглый! Он везде ходит!» «Поставь ему лоток!» «Да не в этом смысле! Он все исследует!» «А ты чего ожидала?» — удивился Лешка. «Это животное. Оно изучает границы своей территории». «Я ожидала благодарности за спасение его жалкой жизни!» огрызнулась Света. «И это не его территория, а моя!» «Забудь слово «моё», если решила завести кота!» — посоветовал Дрозд. «Я не решала!» «Тогда откуда он у тебя?» — Света рассказала. «И теперь он сидит за холодильником и не желает выходить!» «Спокойно. Без пены. Выйдет. Дай ему время. Еду приготовила?» «Да», — растерянно отозвалась Света. Лешкина манера перескакивать в разговоре с одной темой на другую всегда выбивала ее из колеи. «Какую?» «Суп из грибов и овощной салат. А что?» Лешка тяжело вздохнул в трубку. «Коту!» — раздельно сказал он. «Коту ты какую еду приготовила? Даже при твоем неумении обращаться с животными вряд ли ты станешь кормить своего подобранца овощным салатом». «Я умею!» — возмутилась Света. «Однажды мне оставляли мопса на целую неделю». «Мопс не в счет!» — отрезал Дрозд. «У кого не было кота, тот ничего не знает о животных. Так что ты для него приготовила?» «Ммм... Кажется, в холодильнике было молоко». В трубке повисло тяжелое молчание. «Лешенька!» — взмолилась Света. «Я в самом деле не знаю, чем его кормить. Ну, давай ты приедешь и все мне расскажешь». В трубке еще помолчали. «Пользуешься моей слабохарактерностью», — наконец констатировал Дрозд. «Добротой твоей безмерной, а не слабохарактерностью», — обрадованно сказала Света, поняв, что помощь придет. «И тем, что падок я налезть», — с грустью добавил он. «Черт с тобой, сейчас приеду. И не вздумай поить его молоком». Полчаса спустя в дверь позвонили. Как обычно, Дроздов едва не снес плечом вешалку, посоветовал Свете поставить ее в другое место и получил в ответ, что другого места в квартире нет, а он — медведь неуклюжий. Это был ритуал. Их обычное приветствие, означавшее «у меня все в порядке» и «у меня все в порядке». Если бы Лешка не задел вешалку, Света решила бы, что случилось что-то серьезное. Из всех друзей Лешкой звала его она одна. Для прочих он был Дрозд. Во-первых, потому что Дроздов, во-вторых, потому что поет. Дрозд пел везде. Еще в школе на каждом уроке насвистывал под нос, отбивая пальцами ритм на парте. «Дроздов!» — взывала химичка, стоя лицом к доске. «Опять художественный свист!» Лешка смущенно умолкал, но через пять минут задумывался, и тишину снова нарушали негромкие трели. Внешне Дроздов ни капли не походил на певчую птицу. Был он высоченный, долговязый, с лохматой шевелюрой, летом выгоравший до пшеничных прядей. И синими глазами. За пару солнечных недель Лешка успевал загореть так, что глаза тоже казались выгоревшими до светло-голубого, речного цвета. И к тому же громкий, шумный и ужасно неуклюжий. Он хохотал так, что птицы в панике взлетали с деревьев, а прохожие вздрагивали и ускоряли шаг. Под ним рушились школьные стулья, а в его руках куртки и сами расходились по швам. Он единственный из сей параллели ухитрился сломать физкультурного козла, прыгая через него. И пока физкультурник Пал Алексеевич обливался слезами над безвременно погибшим снарядом, Дрозд стоял рядом с сокрушенным видом и насвистывал что-то горестное. Притом его любили и одноклассники, и учителя. Первые прощали ему дружбу с девчонкой, вторые — прогулы и мелкие школьные проказы. Преподавательница русской литературы, прозванная Буратино из выдающуюся носатость, даже взяла на себя благородную миссию очистить речь Дроздова от нелитературных выражений. — Алексей, ты можешь разговаривать на правильном русском языке, — убеждала она Дрозда. — Бери пример с Морозовой. — А у меня что, неправильный? — удивлялся Лешка. Буратино всплескивало руками. — Когда я тебя просила принести журнал из учительской, что ты мне ответил? Метнусь кабанчиком. — Ну так я и метнулся, — ухмылялся Дрозд. — Алексей, я прошу, не надо этой специфической лексики. Она тебе не идет. И весь класс потом за тобой повторяет. Словечки и выражения Дрозда действительно цеплялись за язык с такой же легкостью, как созревшие репейные колючки за штаны. Леру Ивашину из соседнего Б, худую длинную ханжу с вечно поджатыми губами, Лешка как-то обозвал три метра сухостоя. Прозвище привязалось на все оставшиеся школьные годы, а потом плавно переехало за Ивашиной в институт. Но все старания учительницы были напрасны. Дрозд оказался неисправим. К большому удовольствию всего класса. Единственным человеком, ненавидевшим Дроздова от всей души, была Вика Ковальчук. С пятого класса Вика с гордостью носила кличку Отпетая и считала своим долгом время от времени подтверждать ее, просто чтобы не забывали, кто в классе главный. Главная она, Вика. Хочет, казнит, хочет, милует. Ковальчук завела себе собственную гвардию, состоявшую из трех сильных девочек, и с их помощью милосердно правила классом. Или почти милосердно. По вечерам Вику лупила вечно полупьяная мать, а днем Ковальчук отрывалась на одноклассниках. Ей нужно было не так уж много, чтобы признавали ее власть и словом, и делом. То есть соглашались с тем, что Вика имеет право залезть в чужой портфель, вытряхнуть оттуда учебники и позаимствовать без спроса ручку. Что она может занять любую парту, стоит ей только пожелать. Или выкинуть кого-нибудь из очереди в столовой, заодно отобрав булочку с сахарной посыпушкой. На эти не слишком большие жертвы шли почти все. Никому не хотелось заполучить во враги страшную Ковальчук, низкую, широкоплечью, с глазами на выкате. Тем более, что ее гвардия всегда держалась при ней и подчинялась одному щелчку Викиных пальцев. Среди тех, кто проявлял непонятное упрямство, была Светка Морозова. Как-то раз, когда Вика собралась провести ревизию ее портфеля, Морозова вдруг словно взбесилась, вырвала сумку из рук Ковальчук и выбежала из класса. Мало того, что прогуляла русский, так еще и было бы из-за чего беситься. Ничего такого особенного Светка в портфеле не держала. После этого Вика официально назначила Морозову на роль школьной дурочки. Светка давно раздражала ее. Высокая, молчаливая дылда и вечно держится сама по себе. Русичку вместе со всеми не травит, за школой не покуривает, тайком от директора. И вообще чокнутая. Разве нормальный человек будет подбирать каштаны на улице и рассовывать их по карманам? Однажды физкультурник отправил девчонок на турник, так Морозова перевернулась вниз головой, а из нее каштаны посыпались. Но не дура. Одна привычка Светки особенно выводила Вику из себя. Морозова могла всю перемену таращиться в окно, как слабоумная. Или на школьном дворе уставится на что-то и смотрит, смотрит, смотрит. К Вальчук несколько раз походила, приглядывалась. Ничего там не было. Ну, обшарпанный бок уличной скамьи. Или ветка выни, или и вовсе кирпич. Валяется в замерзшей луже, а Светка присела рядом на корточке и лыбится. Но не дура. Вся, вся Морозова, от короткостриженных волос, фу, тифозная, до грубых туфель, фу, лошадь, вызывала у Вики необъяснимую антипатию. А после выступления русички антипатия перешла в ненависть. Трепетные Буратини сорвали урок. Взбешенная поведением класса, та заявила, что перед ней сборище пяти кантропов. «Одна Морозова, утонченная натура!» пылко воскликнула учительница. «Луч света среди вас!» «Что же вы делаете-то, Людмила Прокофьевна?» С тоской подумал луч света. «Зачем вы меня так подставляете?» И умоляюще посмотрел на учительницу, взглядом упрашивая ту замолчать. Но носатая Людмила Прокофьевна обладала чуткостью кастрюли, и смысла взгляда не уловила. «Утонченная!» настойчиво повторила она. «Начитанная! Образованная! Вы все ей в подметки не годитесь!» И торжествующе оглядела класс, довольная тем, что донесла до глупых семиклассников истину. Тут-то Вике и стало ясно, что с обнаглевшей Морозовой пора что-то делать. «Утонченная она! Кобыла дурковатая!» После уроков Ковальчук подстерегла Свету в раздевалке. Встала в дверях, выдвинув на аванпост преданную гвардию, Ленку Бахтину и Наташу Каплун, угрюмых крепких девиц, здоровенных как тролли. И скомандовала, упиваясь моментом. «Давайте!» Бахтина и Каплун зажали Светку в углу. Вика подошла, не торопясь, обшарила карманы ее паршивенькой курточки и вытащила все сокровища, штук восемь каштанов. Морозова отчаянно вырывалась, но не издала ни звука, что Вике и требовалось. Продолжение следует...